МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Плесень на стенах и дождевая вода на потолке. Вместе с учебниками ученики одной из школ поселка Топар приносят на занятия ведра и тряпки. Ремонта школа не видела порядка 40 лет. В Карагандинской области успешно реализуются государственные программы, связанные индустриально-инновационным развитием. Премьер-министр страны Бахичан Сагентаев провел совещание с активом области и представителями бизнеса. Восемь семей, пострадавших от пожара, обретут новое жилье. Уже к началу сентября благотворители возведут трехэтажный жилой дом по улице Седова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Карагандинской области дети занимаются в классах с плесенью. Ученики одной из школ поселка Топар на уроки приносят ведра и тряпки. Ремонта школа не видела уже порядка 40 лет. Родителям обещают отремонтировать учебное заведение. Но все остается только на словах. Сложно поверить, что так выглядят стены и потолки школы, которую ежедневно посещают пять сотен детей. Больше трех недель в общеобразовательной школе имени Абая, что в поселке Топар, протекает крыша. Из-за сырости на потолке и стенах появились мокрые пятна, плесень и неприятный запах. Детей мучают головные боли и тошнота. Родители серьезно обеспокоены самочувствием своих чад. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас в школе протекает крыша. Вода просочилась и на нижние этажи. Пахнет сыростью. Дети сидят без света. Были случаи, когда мои дети носили с собой фонарики. Один раз прорвало трубу. Промокли тетради и учебники моего ребенка. Каждый день ребенок жалуется на головные боли, говорит, что его тошнит. Эта проблема повторяется уже седьмой год подряд. Нужен хороший капитальный ремонт. За 40 лет крышу школы ни разу не ремонтировали. По словам родителей школьников, администрация кормит их обещаниями уже семь лет. Директор образовательного учреждения, который был назначен лишь год назад, заверил, что деньги выделили, а потому в конце учебного года можно будет приступить к ремонтным работам. Компания-подрядчик из Караганды. Думаю, проблем не возникнет. Скорее всего, работы начнутся уже в конце мая и закончатся до конца июля. Мы планируем устранить проблему за один месяц. Из бюджета области было выделено 36 миллионов тенге. На 29 из них мы планируем отремонтировать мягкую кровлю. А пока работы не начнутся, 500 школьников будут и дальше юдиться в двух этажах. Родители боятся, что дожди усугубят состояние крыши. А в новом учебном году их детям придется заниматься в таких же условиях. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 25 апреля премьер-министр Казахстана Бахиджан Сагентаев совершил рабочую поездку по Карагандинской области. Его визит завершила встреча с активом региона и представителями крупного и малого бизнеса по вопросам реализации послания главы государства. Встреча состоялась на территории свободной экономической зоны Сарарка. Открывая встречу, председатель правительства Бахиджан Сагентаев отметил, что по поручению главы государства находится с рабочей поездкой в регионе с целью ознакомления с ходом развития области в рамках реализации послания президента и пяти социальных инициатив. Караганда является крупнейшим индустриальным центром страны. В структуре ВРП региона на долю промышленности приходится 50%. О том, как формируется в регионе новая модель экономического роста, рассказал Акимобласти Ярлан Кушанов. Рост темпов промышленности не может держаться только на существующих производствах. Поэтому мы сейчас реализуем 26 новых крупных инвестиционных проектов с созданием порядка 6 тысяч рабочих мест и 48 проектов регионального уровня. Основная часть новых проектов – это предприятие обработкой с высокой производительностью труда. К примеру, расширение золотоизвлекательной фабрики «Алпналмаз» и металлургическое предприятие «Фореверфоршинг» по производству стальной заготовки. Реализация инвестпроектов позволит в ближайшие годы привлечь в экономику региона 1,3 триллиона тенге инвестиций. Есть сравнительно новое для нас направление – вторичная переработка промышленных отходов. Его мы развиваем в соответствии с задачами, поставленными главой государства послания. Глава региона также отметил, что впервые объем производства приблизился к отметке триллион тенге. Рост за год составил 12%. Вместе с тем продолжается работа по сокращению административных барьеров ведения бизнеса. За прошлый год количество проверок снижено на 20%. К концу этого года, согласно поручению главы государства, планируется обеспечить снижение еще на 30%. Особое внимание уделяется цифровизации промышленности. Вместе с тем, на сегодня наиболее подготовленными к внедрению цифровых технологий является в промышленности именно в первую очередь горнорудный сектор. До 2025 года системообразующими предприятиями запланировано к реализации 14 различных проектов. Наше министерство совместно с Акиматами и системообразующими предприятиями подписали соответствующие меморандумы, по каждому из которых сформированы детальные планы реализации. По Карагандинской области планируется реализация четырех проектов. По предпринимательству ключевыми целями к 2025 году являются достижения доли малого и среднего бизнеса в ВВП до 30%. Для развития МСБ в Карагандинской области реализуется программа по развитию продуктивной занятости и массового предпринимательства и дорожная карта бизнеса 2020. Кроме того, на развитие предпринимательства существенное влияние окажет реализация пяти социальных инициатив президента, в частности расширение микрокредитования и снижение налоговой нагрузки. Не обошел стороной и вопрос предоставления земельных участков. Долгое время в Караганде одним из проблемных вопросов был доступ к земле, земельным участкам, аукционный, смена телевки. Этот вопрос решен. Сейчас интерактивная карта сделана. Там фактически все свободные земельные участки оцифрованы, показаны по городу Караганде. Единственное у нас пожелание, чтобы в других девять здесь моногородов, сегодня в Моджесказгане были, у нас есть сразу информация, что все-таки не во всех городах аукционы выдерживает, а где-то опять продолжает в каком-то ручном режиме проводить местные акиматы. Поэтому, Ерланджи Хаш, мы просили на это обратить внимание. А в Караганде эта работа, где долгие годы, один из шумных вопросов сейчас снят. О влиянии цифровизации промышленности на производительность труда, а также о собственном опыте и видении вопросов технологической революции выступили руководители крупных промышленных предприятий. Подводя итоги обсуждения, Бахаджан Сагентаев отметил, что правительство открыто для продуктивной совместной работы с бизнесом. Премьер-министр также отметил уникальность специального научного совета, созданного в Карагандинской области по инициативе Ерлана Кушанова. Этот совет стал диалоговой площадкой между учеными и производственниками. Здесь надо будет потом посмотреть, насколько эта работа пойдет. И с нашей стороны, какая поддержка нужна будет, этому совету надо будет пообсуждать. Мы в прошлом году, когда посещали Восточную Казахстанскую область, Аким области знакомил нас с разработками ученых региона, которые нуждались в финансировании. Мы прямо там же по сумме решили. И в этом году уже я точно знаю, Аким приезжал и рассказывал, что все эти разработки, которые мы в прошлом году поддержали, они все были внедрены. Они были внедрены по крупным компаниям. И мы совместное финансирование сделали. Я думаю, что если у вас этот совет начнет хорошо работать, то в рамках нашего совета по новым технологиям, на ВНДК, на научно-технической комиссии, мы готовы будем разработать новые по внедрению. Тем более, если вы уже готовые вещи нам принесете, это будет очень здорово. Бакаджан Сагентаев также сказал, что правительство интересует то, как будут работать в регионе по внедрению элементов индустрии 4.0, крупный и средний бизнес, системообразующие предприятия, как они будут выстраивать свои взаимоотношения с исполнительными органами. По обсужденным вопросам даны соответствующие поручениям министрам и Акимату области. Андрей Тен, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинцы отдали дань уважения памяти героям-ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Торжественный митинг прошел с участием Акима города Нурлана Аубакирова. В ходе мероприятия градоначальник наградил благодарственными письмами членов Объединения Чернобыльцев Карагандинской области. Участники митинга возложили цветы к монументу в честь ветеранов-чернобыльцев и почтили их память минутой молчания. Мария Дмитриевна Фатеева держит в руках белый платок. Не просто клочок ткани, а символ безмолвного крика тысяч казахстанских женщин. По прошествии 32 лет со дня трагической даты на Чернобыльской атомной электростанции в нашей стране все еще помнят о последствиях крупной аварии. В Казахстане живут герои-ликвидаторы, для которых в Чернобыле там мраченные трагедии страницы жизни. Когда около трех тысяч карагандинских мужчин отправились в чужой край для усмирения смертоносной радиации, женщины боролись за безъядерную тишину. Кто возвращать нам будет детей, тогда, когда звучат ядерные взрывы? И неважно, какое государство и какая часть планеты. Просим вас на сегодняшний день проявить то человеколюбие, то миролюбие, которое несет на сегодняшний день наш Казахстан во главе с нашим президентом. Все мы вместе монолит, все мы вместе сила. Справа, блок номер, центральный зал блока номер 4. Включи! Единым фронтом народ всего Советского Союза принялся за ликвидацию последствий крупнейшей техногенной катастрофы, которая произошла 26 апреля 1986 года. На ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС из Казахстана были направлены десятки тысяч человек. Более трех тысяч из них были выходцами из нашей области. Многих из них сегодня уже нет. Но память об этих героях не угасает по сей день. Коль это день памяти, то он, скажем так, не только травмный, но и торжественный день. Мы свято чтим память о тех, кого сегодня с нами нет, кто положил свою жизнь на то, чтобы ликвидировать ту или иную техногенную катастрофу. Сегодня у меня смешанное чувство, но есть благодарность. Нужно быть благодарным, уметь дать тем, кто сегодня живет. О героях-ликвидаторах никогда не забывают власти города. Два года назад, в 30-ю годовщину со дня аварии на АЭС в Парке Победы возвикнули монумент в честь ветеранов-чернобыльцев. На торжественном мероприятии, стоя перед этим самым монументом, Аким города Нурлан Обакиров обратился к участникам митинга. По зову Родины, тысячи наших людей в период ликвидации чернобыльской катастрофы проявили патриотизм и гражданское мужество. Среди них были и вы, уважаемые участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Усилия ликвидаторов аварии, ваш героический самоотверженный труд в период с апреля 1986 по декабрь 1990 года позволили предотвратить глобальные последствия чернобыльской катастрофы. Ваш опыт по ликвидации аварии, трудовой героизм является для нас и в первую очередь для молодого поколения примером профессионализма и бессоветного служения Отечеству. Также глава города наградил отдельные коллективы грамотами за активную гражданскую позицию. В их число вошли комитет по чрезвычайным ситуациям, областной историко-краеведческий музей и среднеобразовательная школа номер 34. Благодарственные письма из рук градоначальника получили и герои-ликвидаторы. В завершении митинга участники возложили цветы к монументу и почтили память погибших минутой молчания. Токжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – медицинский центр «Атлант», город Санкт-Петербург. В Караганде из Санкт-Петербурга доктор Бочиновский с 15 по 30 апреля лично проведет прием пациентов. Избавит от головной боли, мигрени, шума в ушах, межпозвонковой грыжи. Уберет причины хондроза, сколиоза. Использует уникальный швейцарский метод лечения. Торопитесь, запись ограничена. Телефон для справок – 365-00. Позвольте себе и своим детям жить без таблеток и операций. Звоните прямо сейчас – 365-00. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. К другим новостям. Более 8 миллиардов тенге планируют потратить тимиртауские городские власти на сферу образования. Об этом и многом другом рассказал Аким Тимиртау Галымашимов. В региональной службе коммуникации обсудили итоги социально-экономического развития города Металлургов. Развитие сферы образования является фундаментальным фактором успеха в будущем. В прошлом году тимиртаускими властями были приняты меры для создания благоприятных условий по развитию сферы образования и обеспечению исполнения государственной программы. Аким Тимиртау Галымашимов отметил, что в 2017 году на финансирование образования направлено свыше 6 миллиардов тенге. Это позволило укрепить материально-техническую базу объектов образования детских садов и школ города. Если в 2017 году выполнен капитальный ремонт трех объектов на общую сумму 151 миллиона 100 тысяч тенге, то в текущем году предусмотрены капитальные ремонты шести объектов образования. В прошлом году проведены текущие ремонты 17 детских садов, 14 школ и двух внешкольных организаций на общую сумму 177 миллионов 500 тысяч тенге. В этом году выделены средства на проведение текущих ремонтов 13 детских садов, двух внешкольных организаций. Расходы на образование в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличены на 34,4% и составляют 8 миллиардов 600 миллионов тенге. Кроме того, в нынешнем году в Тимиртау планируют завершить таки строительство новой школы в девятом микрорайоне. И все же город Металургов известен прежде всего своей неблагополучной экологической ситуацией. Не обошла стороной эта тема и на пресс-конференции. Напомним, что на экологию Тимиртау пристальное внимание обратили прошлой зимой из-за так называемого черного снега. На протяжении, скажем, 11 дней было направление ветра ноль, то есть штиль. Все эти выбросы, они отсидали на город. Там был большой резонанс, было много подписей. По этому поводу Аким области создала рабочую группу, комиссию. Были привлечены и экологи со страны. Эту работу мы ведем. Я только что в докладе сказал, что есть комплексный план в этом направлении. Есть ряд мероприятий, которые перед нами поставлены. Мы будем делать, выполнять. На пресс-конференции также зашла речь о реализации крупнейшего индустриального проекта газификации Центрального Казахстана. Галым Ашимов подчеркнул, что подключать газу будут в первую очередь частный сектор. Обеспечить природным топливом сразу все жилые дома и предприятия города невозможно. Первым делом, конечно, уже правый берег нашего города. Частные сектора, они все изъявляют желание подключению газа. Вот эту работу мы должны провести. И поэтапно, если это не говорит о том, что если газ в город пришел, он за полгода должен охватить весь город. Это невозможно. 1162 многоэтажных домов, 6820 одноэтажных домов. Очень много предприятий. Это все надо, это же инфраструктура, это все надо грамотно провести согласно проектно-смертной документации. Поэтому мы сейчас массово, в первую очередь, должны охватить частный сектор. Городоначальник сообщил, что доходы городской казны составляют свыше 11 миллиардов тенге. Это стало возможным после того, как властям удалось вернуть Тимиртауский электрометаллургический комбинат и Актауский цементный завод под юрисдикцию городских налоговых служб. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Восемь семей, пострадавших от пожара, обретут новое жилье. За строительство дома по улице Седова взялся благотворительный фонд «Ассаладан». Силами 500 волонтеров при поддержке предприятия и областного филиала партии «Нур-Утан» трехэтажный жилой дом возведут уже к началу сентября. Когда-то это двухэтажное здание было домом для восьми семей. Сейчас здание пустует, а жильцы скитаются по съемным квартирам. Но это ненадолго. Совсем скоро на этом месте появится красивое трехэтажное здание, которое возведут силами добрых людей. Помогать людям, которых пожары, стихийные бесы лишили крыши над головой, основная деятельность фонда «Ассаладан». С 2014 года сотрудники благотворительного фонда построили дома для сотен жителей Акмолинской области, которые пострадали от весенних паводков. Теперь неравнодушные люди протянули руку помощи и карагандинцам. Одними из первых к ним обратили жильцы дома номер 42 по улице Седова, которые остались на улице после пожара. Просьбы местных жителей были услышаны, и уже к началу осени они смогут заселиться в новые квартиры. Вместо этого двухэтажного дома мы построим трехэтажное здание. На третьем этаже будут расположены четыре квартиры. Мы планируем разыграть две из них путем голосования на сайте нашего фонда. Мы выберем семью, которая нуждается в жилье, и вручим ей ключи от квартиры. Вторая квартира достанется тому человеку, который помогал при строительстве. Этого счастливчика мы выберем путем жеребьевки. Им может стать любой, кто внес хоть малейшую лепту в это благое дело. По предварительным подсчетам на строительство дома понадобится около 58 миллионов тенге. Однако сотрудников фонда подобная сумма не пугает. По их словам, совместными усилиями они сумеют преодолеть любые сложности. К тому же помощь будут оказывать и предприятия города. Кто-то поможет в стройматериалами, а некоторые готовы предоставлять продукты для рабочих. Одним словом, благое дело сплотило всех жителей шахтерской столицы. Также фонд АСЛАДАМ и областной филиал партии Нур-Отан подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Мы мониторим обязательно, чтобы они соблюдали все обязательства, которые они взяли на себя. Ну и наша молодежь тоже сможет в рамках строительных отрядов, строительный ССО называется, тоже принимать участие. Ну и я думаю, это благое дело. Кроме того, задача, которую мы перед собой поставили в сегодняшней акции, привлечь как можно больше граждан, людей, чтобы они могли тоже участвовать, помогать. Для строительства дома были привлечены сотни волонтеров. Студенты местных колледжей и вузов признали, что они всегда рады участию в подобных акциях, направленных на помощь населению. Студенты Корганического высшего политехнического колледжа готовы сделать монтажные работы, сколько бы ни требовалось. Я, как представитель молодежи, хочу сказать, что мы готовы в таких делах помогать. Стоит отметить, что к работе были привлечены и дизайнеры. Они готовы создать для жильцов уют и красоту в новых квартирах, учитывая все их пожелания. Процесс строительства дома сможет увидеть и широкая публика. В рамках проекта планируется снять реалити-шоу, которое будет транслироваться осенью. Токжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сауболустер. Редактор субтитров А.Семкин